Всем привет! Меня зовут Ники Маккавин и совсем скоро уже Новый год. Я думаю, что сейчас самое время готовиться к нему. Запасайтесь мандаринами, всякими разными вкусняшками, какао, горячий шоколад. В общем, все-все то, что может поднять вам настроение. И также не забудьте украсить свою комнату. В этом я вам помогу. И мы сегодня вместе с вами сделаем три предмета для декора вашей комнаты. И также я вам настоятельно советую подписаться на мой канал. Это где-то здесь внизу, красная кнопочка. Потому что видео с DIY будут выходить регулярно. А если ты хочешь видеть их еще больше, то ставь большой палец вверх под этим видео. Ну а теперь собрались с мыслями и давайте творить. Для первой идеи нам жизненно необходимо ведро, клеевой пистолет, очень красивая тесьма, ножницы, мешковина и на всякий случай наклейки. Сначала возьмем ткань и вырежем подходящий по размеру кусок. Можете примерить. Лучше отрежьте больше, а потом срежьте лишнее. Это лучше, чем сразу лохануться с маленьким размером. Я отрезала строчку и закруглила края. Берем пистолет и стреляем. Шучу. Заклеиваем наши края к ведерку, чтобы ткань не болталась. Эта ведерка я взяла в хозяйственном магазине, а ткань в кухонном отделе. Поищите у себя на даче эти предметы, возможно вам повезет больше. Когда мы заклеили края, возьмем красную ленточку и обмотаем вокруг верхней части, при этом заклеивая ее. Такие ленточки есть в магазинах рукоделия и творчества. Возьмем золотую ленту и обмотаем нижнюю часть. Не переживайте, если клей просвечивает. Сверху мы намотаем еще и красную ленту. Мне нравится такое сочетание цветов и фактуры ткани. К тому же от этого мини ведра я просто в восторге. Из золотой ленты мы сделаем обычный бантик. Для этого складываем ленту так, как я показала, и склеиваем. Берем кусочек красной ленты и оборачиваем бантик. Вуаля! Можно клеить на ведерко. По такому же принципу я сделала еще один бантик и приклеила его снизу. Запах мандаринов будет создавать вам новогоднее настроение, а эта милая ведерочка будет украшать вашу комнату. Для второго сделай сам нам понадобится стаканчик, все тот же пистолет, ножницы, красивая тесьма, лак для ногтей, на всякий случай бокс, если вы рукожопые, и туалетная бумага. Шутка! Берем стакан с лаком и представляем, что нам нужно покрасить забор. Делаем все крайне неаккуратно. Это очень важно. И тогда у нас получится очень красивая мазня. Возьмем блестки серебряного цвета, в сочетании с голубом создаться зимний эффект. И добавим немного синего для пущей яркости. Возьмем очень симпатичную ленту и обмотаем вокруг верхней части. Как делать бантики вы уже научились прежде. Можете положить стакан карандашей, ручки, либо кисти для макияжа, или же цветочек. Для третьей идеи нам понадобится любая ткань. Можете взять фатин, мой любимый пистолет, нитки, карандаши нам не нужны и ножницы. Вырезаем из ткани довольно большой прямоугольник. Потом складываем его, еще раз складываем и начинаем резать все сгибы. До тех пор, пока у нас не выйдет это. Приготовьте нитку или проволоку. Я думаю о том, как складывать гармошку учить не нужно. Завязываем это дело посередине. И сейчас самое интересное, начинаем расправлять наш помпончик. Он должен получиться пушистым, как у меня. По этому же принципу сделаем еще вагон таких помпончиков. И украсим ими все наше пространство. Компьютер, карандаши и ручки, вазочки. Кстати о вазах. Положите внутрь гирлянду и сверху помпончик. Выглядит очень мило. Что ж, вот такие милые и замечательные вещички у нас с вами получились. Выкладывай свои фото в инстаграм с хэштегом зацени Ники. И также не забудь подписаться на мой инстаграм, потому что оттуда ты будешь узнавать первым о всех новостях. Мне самой понравилось снимать сегодняшнее видео. Я получила просто огромное удовольствие. Напиши в комментариях, какая из подделок тебе понравилась больше всего. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok